Продолжение следует... Завтра у меня также будет еще один доклад на тему решения для повышения эффективности ремонтов. Это мобильный обходчик и инструмент для формирования отчетности. Тоже кому интересно, пожалуйста, подключайтесь, будем рассказывать. Содержание сегодняшней презентации. Я расскажу о нашей компании, расскажу о вендоре, на базе которого мы работаем. Раскроем вопросы цифровой трансформации, проведем обзор программных продуктов компании AVEA. Я расскажу о моделях лицензирования, сделаем обзор решений диспетчеризации. Рассмотрим достаточно такую знаковую, наверное, историю успеха в нефтегазовой отрасли. Это компания Adnok. Ну и немножко расскажем о наших ресурсах и поделимся контактами. Компания Клинкман. Пару слов о нас. На протяжении многих лет мы являемся официальным авторизованным дистрибьютором компании AVEA. Мы фокусируемся в области решений для оперативного управления предприятием, системы для управления эффективностью активов и также предиктивной аналитикой. И, кроме того, решения диспетчеризации, которые ранжируются от небольших центров управления, то есть терминальных решений, до крупных ситуационных центров. Я являюсь представителем подразделения Клинкман Евразия и мы выполняем дистрибуцию в регионе Средняя Азия. Это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан. Пару слов о компании AVEA. Компания AVEA, как вы видите, представлена у нас определенными цифрами, то есть это 6,5 тысяч сотрудников. Порядка 30% сотрудников работают в области инноваций и исследований. 16% выручки реинвестируется ежегодно в разработку. Таким образом, поддерживается высокий инновационный уровень. Компания поддерживает стратегические альянсы с топовыми мировыми технологическими компаниями, такими как Microsoft, Accenture. AVEA является стратегическим партнером компании Schneider Electric. Schneider Electric является мажоритарным акционером компании AVEA. Что касается определенных цифр по разным отраслям. Здесь мы видим конкретные цифры касательно различных сегментов рынка, где реализованы, внедрены решения AVEA. Соответственно, если вы представляете или заинтересованы в определенном сегменте, представленном здесь, то можете увидеть, сколько всего внедрено в отраслях во всем мире на базе решения AVEA. Соответственно, за этим стоит достаточно детальная многолетняя разработка и большой опыт, который можно черпать и применять у себя на предприятиях. Здесь мы видим некоторые из 20 тысяч компаний в различных сегментах промышленности, которые доверяют решениям AVEA. Соответственно, мы видим это энергетика, химическая, нефтяная промышленность, горнодобывающая, обрабатывающая, морская, строительная и так далее. Давайте сейчас немножечко посмотрим на вопросы цифровой трансформации и современные промышленные тренды касаемо этого вопроса. Мы понимаем, что мир быстро меняется и нам нужны определенные инструменты, чтобы к этому адаптироваться. Цифры и информация, которая приведена здесь, собрана по материалам компании McKinsey, MC Consulting Group, Vincent Burnett. И, соответственно, эти компании провели такие исследования и пришли к следующим выводам, что промышленность и бизнес находились на пути перемен еще долго до пандемии, задолго до пандемии. Но пандемия существенно ускорила эти процессы и такие вещи, как облачные ресурсы, коммуникаторы, распределенные, удаленные команды уже стали сейчас рутиной. Значит, 56% компаний, которые не внедрили технологии индустрии 4.0, им достаточно сложно адаптироваться к новым условиям. Сейчас также идет борьба за человеческие ресурсы, за таланты. И также выявился тот факт, что 25% производственной рабочей силы старше 55 лет. Значит, для решения указанных проблем 80-90% промышленных компаний инвестируют в цифровые решения. И благодаря этим цифровым решениям возможно повысить повышение производительности порядка на 20 или 30%. Также определенные цифры касательно объема, денежного объема. То есть понимаем, что к 2025 году добавленная стоимость, которая будет создана в рамках применения решений индустрии 4.0 или цифровой трансформации, будет оцениваться в объеме 4 триллиона долларов. Давайте также посмотрим на современные вызовы и решения для цифровой трансформации. Что такое цифровая трансформация, как мы ее понимаем? Это перевод производственно-технологических функций управления, отслеживания, планирования, взаимодействия, формирование отображения отчетности, выполнение эксплуатационных и ремонтных задач на базу программного обеспечения. Таким образом, мы переводим стандартные процессы, к которым мы привыкли, проектирование, диагностики, обслуживание, оптимизации, в парадигму следующих понятий, представлений, которые тоже сейчас уже стали современностью. Программное обеспечение как сервис, software as a service, искусственный интеллект, это самообучаемые и адаптируемые системы, интернет вещей, промышленные интернет вещей, алгоритмы для работы с большими данными. Ну и, соответственно, в рамках такого как бы объединенного рабочего пространства мы работаем с цифровыми моделями оборудования, с цифровыми моделями технологических или производственных процессов. Они нам помогают обеспечить взаимодействие между имеющимися ресурсами, между оборудованием и процессами. Значит, уважаемые коллеги, сейчас проводим опрос и просим вас предоставить ответы на вопросы, как вы проводите цифровую трансформацию на вашем производстве. Значит, это, соответственно, модернизация систем автоматизации, внедрение новых решений автоматизации, либо неактуально. Будем вам признательны за предоставленные ответы для того, чтобы лучше понимать, как у вас происходят процессы цифровой трансформации и, соответственно, насколько вы заинтересованы в современных цифровых решениях. Так, все. Николай, я думаю, мы можем, наверное, тогда продолжать, да? Отлично. Да, Глеб, конечно, все верно. Ага, супер, да. Хорошо. Значит, теперь я хочу провести обзор программных решений Aveva и позиционирования. Значит, программные решения Aveva покрывают полный жизненный цикл проекта, который включает в себя проектирование, разработку, операционную работу, эксплуатацию и оптимизацию в процессе эксплуатации. Значит, условно, продукты делятся на две группы. Продукты для операционной работы и продукты для инжиниринговых задач. Значит, далее мы выделяем семь категорий программных продуктов. Значит, три из них относятся к инжиниринговым задачам. Это моделирование обучения, всевозможные симуляторы, обучающие симуляторы, инжиниринг исполнения, это системы SAPR. Обеспечение цепочки поставок, это системы планирования. Для операционной работы, это управление операционной работой системы диспетчеризации, системы продвинутой отчетности. Для оптимизации производства системы MES, системы управления бизнес-процессами. Управление эффективностью активов, например, мобильные обходчики, предиктивная аналитика, решения для работы с промышленной информацией. Это Historian, это решение Py, решение облачной аналитики. И, соответственно, представлены достаточно мощные интерфейсы обмена данных между продуктами. И достаточно хорошие, мощные интерфейсы визуализации. Современные, эргономичные, удобные. В рамках данной презентации я буду фокусироваться в основном на решениях диспетчеризации. Поэтому более подробно посмотрим данную линейку продукции. Значит, данный слайд отображает возможные уровни автоматизации и соответствующие им уровни управления, архитектуры и программные продукты. Как мы видим, соответственно, по горизонтальной оси у нас отображаются уровни управления, которые ранжируются от отсутствия автоматизации до многоуровневых систем. То есть это клиент-серверная архитектура, распределенные системы и вплоть до многоуровневых систем. Сейчас, извините. И, соответственно, в процессе усложнения и наращивания функционала системы мы получаем различные степени автоматизации. Это, соответственно, по вертикальной оси, по оси ординат. И мы получаем ручное управление, реактивное, готовое, усиленное, адаптивное. То есть это определенные понятия по возможностям, которые предоставляет система автоматизации. И соответствующие программные продукты. Это Aveva Edge, Aveva InTouch HMI, PlanScada, системная платформа. И на самом высоком уровне находится Aveva Enterprise SCADA. Это ребрендинг бывшего продукта Oasis. Система управления трубопроводами. Это цифровая система для транспорта нефтепродуктов. Она позволяет работать с утечками, производить аналитику и поддерживать также облачные решения. Значит, также хочу немножечко остановиться на моделях лицензирования, на облачных решениях и программном обеспечении как сервис. Так как это тоже, скажем так, определенным образом помогает систематизировать и более, ну, скажем так, удобно и современно работать с программными продуктами. Значит, в рамках цифровой трансформации и исследования современным трендом в промышленности Aveva предлагает такие инструменты, например, как Aveva Flex и Aveva Connect. Aveva Flex – это новая коммерческая программа подписки для гибкого доступа к любому количеству или комбинации программных продуктов Aveva на объекте, то есть on premises или в облаке. Aveva Connect – это промышленная облачная платформа, которая позволяет ускорить цифровую трансформацию, позволяет уменьшить себестоимость IT-инфраструктуры, позволяет гибко масштабировать решения и безопасно использовать портфель продуктов. Ну и в результате применения данных технологий мы получаем единый доступ к всему портфелю возможностей через один единый интерфейс. Хотим выделить определенные преимущества, которые получаются в рамках такого подхода. Это более ускоренное разворачивание систем, уменьшение нагрузки на IT-инфраструктуру, уменьшение общей стоимости владения, то есть показатель TCO, улучшение взаимодействия, повышение продуктивности. Значит, использование партнерских систем и существующей IT-инфраструктуры совместно, гибкое управление доступом, глобальное управление лицензиями. Ну и целый ряд других преимуществ. Уважаемые коллеги, сейчас мы проводим опрос номер два и просим вас поделиться вашими намерениями, то есть какие решения вы рассматриваете или планируете рассматривать для внедрения на вашем предприятии или предприятии заказчика. То есть это опции моделирования, обучения, инжиниринг, эксплуатация, планирование производства, управление операционной работой, повышение эффективности, оптимизация цифрового предприятия и промышленные данные. Николай, я правда не знаю, мы здесь сделали мультиопцию или у нас только одна опция? Да, здесь мультиопция, Глеб, все верно. Отлично, отлично, хорошо. Да, в общем, да, большое спасибо за ответы, за предоставленную информацию. Вот, и мы движемся далее. Значит, решение диспетчеризации. Хотим представить, рассмотреть различные решения диспетчеризации. Это решения Edge, InTouch и системная платформа. Значит, давайте рассмотрим, в данной модели мы видим размещение решения Edge, InTouch и системная платформа в модели предприятия. Значит, Edge у нас размещается в непосредственной близости от производственной линии или агрегата и является условно таким как терминальным решением. Это может быть не обязательно оборудование, это может быть процесс, элемент инфраструктуры какой-либо. InTouch и системная платформа отвечает за более крупные участки предприятия, обладает, соответственно, более широким функционалом. Значит, на InTouch можно строить более большие системы, но, в общем, как бы они позиционируются для создания небольших систем диспетчеризации. В случае системной платформы мы говорим уже о крупных распределенных предприятиях, возможно, даже группах предприятий. Значит, ну и кроме того, видим тоже ряд дополнительных инструментов, такие как Aveva Insight, облачное решение сбора и аналитики. И Aveva Integration Studio, это облачная среда разработки. Значит, чуть-чуть подробнее о Aveva Edge, то есть это полнофункциональная система с возможностью создания отчетов, поддержкой большого количества драйверов, шаблонов, различных конфигураций программного обеспечения, которые поставляются уже в дистрибутиве. Значит, отличительной особенностью это возможность работать на различных платформах и операционных системах, то есть они могут работать на Linux, Windows, например, на платформе Raspberry Pi, широкий набор коннекторов, поддержка уведомлений по электронной почте и SMS-текстовые сообщения, мощная графическая библиотека символов, поддерживает безопасность, включая работу с Windows Active Directory, ну и другие возможности. Значит, обобщая основные преимущества, мы выделяем такие, как кроссплатформенность, мобильность и очень гибкие возможности по взаимодействию. Значит, InTouch, это классическая SCADA-система, ну, можно сказать, решение все в одном. Это не клиент-серверная архитектура, то есть это, опять же, решение в одном приложении. InTouch состоит из нескольких подсистем и такими системами являются, которые позволяют работать с графикой, аварийными событиями, производить ввод-вывод информации, позволяют работать с безопасностью, то есть это пользователи права доступа, широкие возможности по доступу через веб-клиенты, возможности программирования через скрипты, широкие возможности работы с архивами, как встроенными, так и с помощью, например, Aviva Historian, вот, и достаточно удобные инструменты для работы с трендами и анализа данных. Значит, что хочу выделить по InTouch HDMI. То есть система обладает 30-летним опытом развития и эксплуатации, применяется более чем на 100 тысячах предприятий по всему миру, имеет определенные особенности, то есть, в принципе, это простота в разработке, простота в обучении, очень большая графическая библиотека в коробке, адаптируемая, позволяет создавать свои библиотеки, свои собственные стандарты, поддержка такой концепции, как ситуационное восприятие или ситуационная осведомленность, ну и адаптируется практически под любые технологические процессы. Значит, теперь системная платформа. Системная платформа более сложное решение. Это клиент-серверная архитектура, соответственно, состоит из серверной части, которая состоит из драйверов, коммуникационных драйверов, достаточно широкая библиотека, широкие возможности по коммуникации. Промышленный архиватор данных, historian-сервер. Это historian-сервер, сервер уровня 1, tier 1. Хочу обратить внимание, завтра будет выступление Натальи Волковой и Schneider Electric. Она будет более подробно говорить о архиваторе AVEVA tier 2. Это AVEVA.py. Значит, также application-сервер, как движок, как мозги системы. И клиентская часть, которая состоит из двух опций по визуализации. Historian-клиент – это для работы с историческими данными и трендами. И Insight – это, соответственно, облачный веб-доступ к historian-у, веб-клиент. Соответственно, разделение на клиент-серверную архитектуру было выполнено для повышения производительности, потому что, в принципе, требования к аппаратной и базовой программной части для серверных компонент и клиентских компонент, они, естественно, совершенно разные. Значит, пару слов о продвинутом интерфейсе пользователя, который называется InTouch UMI. Его можно даже, наверное, охарактеризовать, что это своего рода операционная система предприятия. Она позволяет объединить в себе все основные системные сервисы в такую как бы единую надежную платформу. Мощный инструмент адаптивной визуализации. Система позволяет, может быть, применяться на различных производствах, позволяет создавать свои стандарты. И отличительной особенностью это широкое масштабирование, то есть, в принципе, достаточно уменьшенные затраты на разработку при большом количестве клиентских рабочих мест. Значит, теперь более такой как бы обобщенный подход общий по решениям диспетчеризации. То есть, фактически, мы предоставляем решения диспетчеризации с очень широкими возможностями по масштабированию и построению решений, начиная от локальных диспетчерских, либо небольших там пунктов управления, до многоуровневых ситуационных центров. Мы являемся агностиками, также нет требования к замене существующих систем. То есть, подход является такой, что адаптируются и интегрируются существующие решения в, скажем так, единый интерфейс пользователей, и тем самым приумножается уже существующая ценность тех решений, которые есть на данный момент времени. Значит, условно можем рассмотреть активы и операции, которые будут адаптироваться под различные производства, которые всесторонне охватываются в рамках решений диспетчеризации. И в результате работы мы получаем целый ряд свойств, такие как возможность совместной работы множества систем, операционная эффективность позволяет качественно и быстро, и обоснованно принимать решения различным сотрудникам, которые пользуются данными системами. Поддерживает гибкость и управляемость. Это очень важно в аварийных и критических, критических, кризисных ситуациях. Реализуется предиктивный подход, а не реактивный подход. То есть, мы стараемся, чтобы пользователи могли заранее предвидеть ситуации, а не реагировать на уже случившиеся отклонения. Мы являемся программным агностиком, то есть, опять же, работаем с тем, что есть, и адаптируем то, что есть. Исключительные возможности по масштабированию решений с точки зрения покрытия, с точки зрения глубины и объема реализуемых функций. Обладаем совместными, очень современными, мощными интерфейсами операторов. Это, например, видеостены, это мобильные устройства, то есть любые гаджеты. Возможности удаленного подключения, безопасного удаленного подключения. Также формирование консолидированной отчетности для разных уровней управления предприятием. То есть, системы могут быть полезны для совершенно разного уровня сотрудников, начиная от оператора в цеху и заканчивая исполнительным руководством на предприятии. Возможно формировать бизнес-прогнозы, сценарии, строить модели на основании больших данных. Также присутствуют советчики диспетчера. Уважаемые коллеги, из вышеперечисленных систем диспетчеризации просим вас поделиться вашим мнением. Николай, куда-то пропало у нас опрос? Нет, 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 опрос. Да, да, все хорошо, опрос на экранах. Уважаемые участники, пожалуйста, да, ответьте. Да, вот, собственно, вопрос. Какие продуктовые решения наиболее соответствуют вашим задачам? То есть, это Edge, это как бы терминальное решение, локальная диспетчеризация InTouch, системная платформа, либо вас интересует общее решение диспетчеризации. Я в рамках нашей презентации сегодня не рассказывал о решениях места, которые мы также предлагаем из-за дефицита времени. Вот, ну, завтра я буду представлять еще два решения. Это продвинутая отчетность и мобильный обходчик. Вот, большое спасибо за предоставленные ответы, и мы движемся дальше. Значит, сейчас я хочу представить коротко историю успеха по нефтегазовой компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Значит, и компания Однок, значит, какие вызовы стояли перед командой? Это длинные цепочки производства, наличие морских и наземных месторождений, значит, были определенные несоответствия в отчетности, различия показателей при передаче данных между предприятиями. Значит, в результате решения, внедрения решений, значит, были достигнуты такие результаты. Построили центр управления с объемом более 100 тысяч сигналов и потенциалом развития до 2 миллионов. Интегрировали более сотни систем, значит, построили так называемую панораму, которая обеспечила доступ из одной локации, из одной глобальной локации, плюс через мобильные терминалы к, значит, удобному интерфейсу оператора. Ну, значит, видеостена собой представляет 50-метровую видеостену, мы далее ее на видео посмотрим. Значит, реализовывался подход по системному предвидению, значит, и реализовывалось предсказание наиболее выгодных сценарий сделок купли-продажи энергоносителей. То есть, в принципе, система обладает достаточно мощным техническим, организационным и финансовым потенциалом. То есть, опять же, возможен для использования совершенно различными категориями сотрудников. Значит, ну вот как это выглядит, да, то есть, соответственно, реализован командный центр на базе такого оборудования, то есть, 50-метровая рабочая стена, видеостена, 4 рабочих места в виде ситуационного центра управления, мобильные клиентские рабочие места и используются программные продукты InTouch OMI, как визуализация видеостены и клиентских рабочих мест, системная платформа, ну, как сердце, как ядро системы, системы бизнес-планирования, организации бизнес-процессов BPM, сведения материальных балансов Error Solver и система планирования, графикования цепочек поставок. Значит, сейчас посмотрим коротенькое видео, да, то есть, собственно, ну вот как это выглядит в реальной жизни, да, то есть, возможно, опять же, очень широкий диапазон, то есть, это, возможно, просто система, которая базируется на тачскрине, сенсорном дисплее и вплоть до таких глобальных систем, глобальных решений. Значит, сейчас я хочу поделиться своими контактными данными, то есть, пожалуйста, электронная почта, да, номер телефона. Также хочу обратить внимание и пригласить вас завтра на выступление свое, вот, по мобильному обходчику и продвинутой отчетности. И моя коллега Наталья Волкова и Шнайдер Электрик завтра расскажет о цифровых решениях Шнайдер Электрик для области нефтегаз. Тоже, думаю, будет интересно. Пожалуйста, приходите, получайте интересную информацию, задавайте вопросы, мы будем вам рады, скажем так, помочь. По нашим информационным ресурсам. Наш веб-сайт. Также хочу обратить внимание на наш YouTube канал. Достаточно много полезной информации с очень хорошей адресацией, да, то есть, для того, чтобы посмотреть и найти нужную информацию видео. Там есть содержание с ссылочками, то есть, в принципе, можете выбрать, посмотреть, что для вас актуально и интересно, с нами связаться. Вот мы детализируем, посмотрим, поможем, расскажем. Так, с основной части моего доклада все я выполнил. Большое спасибо за внимание. И у нас, наверное, осталось немножко времени для того, чтобы провести сессию вопросы-ответы. Клеб, спасибо вам огромное за подробный доклад. Спасибо огромное, что анонсировали уже завтра ваше выступление вместе со Шнайдер Электрик. Я очень быстро. Да, я ограничение по времени, поэтому я прямо в таком немножко реактивном стиле. Хотелось более подробно, но есть ограничение по времени, к сожалению. Будем, да, будем на будущее думать. Глеб, а подскажите вот сроки внедрения вообще вот решения ВЕВА, которое вы сегодня рассказали, тот же InTouch, например, примерно. Ну, понятно, что каждый проект уникален. Очень сильно варьируется. Очень сильно варьируется. Например, если мы говорим о какой-то небольшой автоматизации, но, в принципе, небольшую автоматизацию можно там, допустим, внедрить и за месяц, и, да, то есть условно, я не знаю, если у нас есть котельная, да, если у нас уже поставлено оборудование, если у нас уже, допустим, есть ПЛК, если у нас есть вся информация, перечень точек, у нас подведены все сигналы, у нас готов персонал, то есть, в принципе, само исполнение проекта, оно может быть достаточно оперативно выполнено. Если мы говорим о глобальных крупных проектах, то это может быть один-два года. Почему? Потому что идет же цикл планирования, цикл исполнения проекта, то есть это как бы концепция проекта, потом там формирование технического задания, разыгрывание конкурса, поставка, если крупный проект там с генподрядчиком, с субподрядчиками, то есть, на самом деле, крупные проекты, они могут быть там год плюс. Вот, какие-то совершенно маленькие небольшие проекты, их можно выполнять достаточно оперативно, но, конечно, нужно четко понимать, в любом случае у нас есть лид-тайм, то есть, время поставки по софту, по аппаратному обеспечению, да, то есть, это тоже нужно учитывать. С точки зрения разворачивания, небольшие системы, но, в принципе-то, и за неделю можно развернуть, сделать. А смотрите, Глеб, вот вы рекомендуете вообще заказчикам как бы точно подходить, ну, начинать по кусочкам автоматизацию, допустим, внедрения решений, или, может, сразу глобально, то есть, в целом рассматривать, как ваш... Планирование нужно рассматривать, конечно, глобально, то есть, нужно, ну, вообще, как бы такой вот подход, как мы понимаем, нужно проводить на, то есть, предприятия, которые хотят повышать свою эффективность, мы бы, допустим, рекомендовали проводить аудит на данных предприятиях, то есть, делать полностью детальный срез в различных сегментах по различным категориям, то есть, какие процессы, какое, допустим, там, ПЛК, какой софт, в плане того, не знаю, там, какой персонал, какие методики обучения, то есть, нужно совершенно, совершенно в разных плоскостях посмотреть, сделать срез, провести аудит, на базе этого аудита понять, какие есть, расставить приоритеты, да, то есть, какие, соответственно, там слабые места, какие более приоритетные, сделать, возможно, и технико-экономическую оценку, то есть, от решения, каких вопросов будет максимальный экономический эффект, то есть, рентабельность, вот, и далее уже выполнять, как бы, вот, цифровую трансформацию, внедрение решений автоматизации, например, в чем прелесть, к примеру, ну, тех решений, которые мы предлагаем, как я уже сказал, они исключительно масштабируемые, то есть, на самом деле, можно начинать от очень небольших систем и потихонечку их разворачивать. Кстати, одна из очень интересных, очень интересных преимуществ современной системы лицензирования, Flex, да, в Aviva, что там нет ограничения по той, по объему сигналов, то есть, условно, если мы приобретаем лицензию, например, на системную платформу, например, или Historian, да, если мы раньше покупали их в парадигме Perpetual, то есть, постоянные лицензии, у нас было, например, там, 5 тысяч точек, 25 тысяч точек, 50 тысяч точек, и, соответственно, это была определенная стоимость. Была такая, так называемая, технология функционального апгрейда, то есть, обновление, можно было расширить систему, доплатив определенную сумму денег, то сейчас подход совершенно другой, то есть, вы покупаете функцию, например, там, промышленный архиватор Historian, и вы его можете использовать, начиная там от, условно, там, 100 точек до 2 миллионов, то есть, нету ограничений, именно идет, как бы, приобретение по функционалу, вот, но есть определенные другие особенности, но вот такой момент, это все-таки можно разворачивать точечно, от решения точечных проблем, можно идти уже к построению глобальных систем. Это, в том числе, дает и определенное преимущество, потому что предприятия в рамках реализации проекта могут осознать для себя определенные вещи, которые не были учтены, не были предусмотрены в самом начале, да, то есть, при начальном проектировании, и когда мы уже запустили огромную машину, когда мы все там глобально-глобально делаем, да, нам достаточно будет сложно это изменить, а когда мы идем все-таки постепенно, степ-бейс-степ, да, то есть, потихонечку, как бы, эволюционируем, развиваем, то мы можем достаточно гибко адаптироваться. Еще, кстати, одно из преимуществ вот этого вот подхода Flex, это такой, как бы, получается, гибкий инструментарий, то есть, мы, фактически, заказчик приобретает не фиксированный пакет лицензии, а, грубо говоря, определенный объем, который измеряется в кредитах, который можно эквивалентировать разным набором программного обеспечения, то есть, к примеру, если в рамках эксплуатации работы мы, например, понимаем, что система продвинутой аналитики или отчетности, которая у нас соответствует нашему портфелю, например, нам не очень актуальна, и мы можем это реализовывать на каком-то другом продукте, для нас это более эффективно, мы тогда можем это убрать из нашего портфеля и взять какой-то другой программный продукт. То есть, опять же, философия подхода вендора Avevo, она позволяет так достаточно гибко работать в рамках развивающихся предприятий, то есть предприятия, которые внедряют у себя технологии цифровой трансформации, внедрение активного программных продуктов и тому подобное.